...представить некоторые аспекты защищения индивидуальной муфологии. Обращаясь в 1871 году к сравнительному освещению мифа и премиум мира, Елизавета Миколаевича Малитетский одновременно отметила активное муфотворчество и изменение муфологических систем вместе с соответствующими культурами, и, с другой стороны, вынужден был пренебреченцем извинения в собственном исследовании, связывающихся на том, что он назвал классическими формами мифа. И сейчас в гипотологии описание исторически различных состояний культуры, религии и муфологии также представляет определенные трудности. Тут оказание Малитетским на классические формы помогает понять суть проблемы. Как мне кажется, обратившись к ранней стадии гипотской культуры, гипотологи столкнулись с видимостью, что можно назвать не классическим мифом. Во всяком случае, отключение этого вопроса во многом строится именно в таком ключе. Сделаю краткое пояснение, о какой эпохе идет речь для тех, кто недалек от Египта. Для внецарства это первый эпох фароносов по Египту, в его классической форме, следующая за ранним династическим периодом. Между этими периодами нет перехода в влажание землянной династии. Ее основном будут владелять ступенчатые пирамиды Джосера. При 4 династии были построены такие пирамиды. А вот к концу 5-й и 6-й династии мы относимся к созданию текстов пирамид, о которых только пойдет речь. Это не самый ранее доступный нам висимый религиозный текст, но по объему и степени раскрытия реалийного мира он, конечно, сильно превосходит все остальные источники, доступные от этой эпохи. Поэтому можно сказать, что изучение мифологии древнего царства и изучение текстов пирамид – это не одно и то же, но сильно взаимосвязанное задание. В египологической дискуссии о мифе в древнем царстве и текстов пирамид – род своеобразного камня претновения – это статья А.А.Свана, 2077 года, «Сокрытая семью в Египте». Естественно, что она задрогает многие из вопросов, к которым обращаются Мелитинские, вышедшие годом ранее, по этике мифа. Но стратегии следователей решения этих вопросов, скорее, противоположны, как мне кажется. Так, отмеченная в этой статье размежевание между определением мифа как представлением и мифом как представлением, будет ключевым для финального тезиса А.А.Свана об отсутствии мифа в Египте, по крайней мере, до среднего, а то до нового царства. Икзер Моисеевич, отметив это размежевание, возвращается все же к представлению и к представлению как аспектам единого феномена, в то время как А.А.Свана погубляет это различие до максимума. Но стоит отметить, что в дальнейших работах А.А.Свана использует понятие эмплицитно-эксплицитной теологии, которые, судя по всему, синонимичны, понятны здесь эмплицитному и эксплицитному мифу Левестроса. Да, космологии Богочистки в рамках рассмотрения, это работа 1984 года, в рамках рассмотрения космического измерения в гости в Богу, речь идет о космографии как теологии. Одним из ключевых источников здесь является рельефы Солнечного храма Юсера, правонной пятой династии, жившего примерно на 80 лет раньше хозяина первых текстовых пирамид Куниса. Другими словами, нужно иметь в виду, что, отрицая существование в них в эпоху текстовых пирамид, А.А.Свана все же говорит о существовании эмплицитной теологии в эпоху им предшествующих. Наконец, в этой статье Слизава Мисеевича есть еще один важный момент. Суподение аспекта представления и повествования отмечается их как специфика классической формы мима. Действительно, основную сложность в изучении египтской мифологии эпохи пирамид составила отсутствие не только некой суммы, но и мифологических источований как и таковой. Сама структура статьи Геонасмана, я же сам здесь сохранила немецкий его, скажем так, санюз, как-то сверху определяет установку на поляризацию, которая продолжится в дальнейших исследованиях. В обзоре теории Геонасмана, мимецким по этому признаку не разу противопоставляются западные российские работы. Например, перечислить основные достижения зарубежных сетей, он отмечает. Эти новые позитивные представления, однако, практически трудно отделимы от целого лета крайних, часто противоречащих друг другу при увеличении идиотических представлений. В втором веках отече, что наука даже ритуальные прообразы рассматривалась в уровне в озвенческом плане. Не отдельные ритуалы трактуются как их типа определенных сюжетов были целых жанров, альтерно-мертологические и мировоззорические типы, которые могут трансформироваться в различные сюжеты и жанры. Такое понятие глубинного или же сверхжанрового аспекта мифа не чудит статья Асмана. Как можно видеть, он применяет непредложенное крестовое изучение генотекста и генотекста и обстоят аналогичным образом положение их выводов. Собственно, Асман подмечает здесь важную проблему. Например, Нарисденский, комментируя ритуальная депритация мифа, подчеркивает, что подзывы генотекста мифоритуала не генетическая, как в этих дискуссиях часто рассматривается, а парадигматическая. Но в этих исследованиях речи об этом парадигматическом, парадигматическом, более высоком уровне мифоритуального и генетического мифа также часто идет о комедии, и генотекстовый и генотекстовый миф обсуждаются в перемешку. Как раз на это указывает Асман, комментируя работу своего предшествия мифа Дикта Дешота. В последующих работах Асман обращается к этой проблеме через понятие иконы. Так, статья 1982 года, значатый от сына изображения и действовала по исследованию и проблемой генетического мифа, он пишет, «Предпочтительно было бы определение мифа, в котором на первый план выходит на него нарративность и его иконичность». Икона здесь понимается как точка кристаллизации генетического высказывания. Это тоже один из терминов, которые он использует для анализ мифа, который может осуществляться как в форме текста, так и в форме изображения и даже святилища. В 1984 году в работе теологии благочестия после такого обобщенного определения, как я скажу, в инструкции привезена, миф о жречении жут в качестве такого более общего термина и это употребляется скорее теология, а миф принимается уже сугубо в рамках речевого знаменитого и стекла. Ну вот финальный вывод Асона в 1977 году, основанный на узком понимании мифа, заключается все же в том, что до нового церства миф в Египте не существовало, поскольку не было предпосылов для рассказа истории о богах. Здесь стоит отметить, что эта консультация отсутствия мифологических нарративов, как пирамиды, служила больше внимания в дальнейшей литературе, чем акцент на атомпаральности, на котором он основывает этот тезис. Собственно, Асона выдвигает тезис о том, что классическая форма мифа характеризуется наличием мифологического прошлого, в соответствии с событиями которого актуально переживаемый мир обретает свой смысл. В этой перспективе доступны нам памятники кофе древнего царства, характерно не только и, может быть, не столько отсутствием нарративов, которые, как иначе многие авторы, могли бы и не сохранить, или быть для ограниченной технической традицией, и в памятнике отличаются по астмам другим восприятиям времени, ориентацией на мифологическое настоящее. Из такого понимания классического мифа астмам, как кажется, созвучен на другом медицинском, который характеризует эпизологический миф как миф о пароксиллянце. События мифического времени, приключения дотимических предков, культурных героев и тому подобное оказываются своеобразным метафорическим кодом, посредством которого моделируется устройство мира природного и социального. Так он пишет в поэтике мифа. Отталкиваясь от этого высказывания мифа, можно сказать, что астмам приходит к пониманию вот этой не мифологической ситуации в Египте Древнего Царства как в некотором смысле зеркальной, где языком космического пространства и отношения Божественного Слота написываются наоборот события мира людей. Из других его работ можно заключить, что события человеческого мира могут быть двоекого рода. С одной стороны, это встреча с Божественным миром в рамках ритуала, а с другой стороны, это негативное явление неполупадения и упорядоченного течения мира, которые также должны быть устранены ритуальными и теорическими действиями. Вот в этом контексте соотношения событий и пространства может несколько менее экстравагатно прозвучать идея Дженнифер Хэлл, которая в статье 2014 года должна рассматривать тексты пирамид не как содержащие мир, а как сам мир. В своей церкви 2001 года исследовательница отмечала приоритет пространства и восприятия процессов иного мира по сравнению с временем. Можно отметить, что наш коллега, Дарья Владимировна Голюкова, также в бесседной антифории времени Хао, отмечала, что для эпохи Древнего Царства этот термин имеет именно пространственные характеристики. Для регистрации вот этой вот временной модельности в предыдух разменных текстов пирамид здесь событие восхождения фараона на небо действительно, как мне кажется, описывается в настоящем максимальном приближении. То есть мы наблюдаем фараону, как он, обожженный богами, именно туда поднимается. Интересно, что контекст, в котором этот скриншот металлогического настоящего до нас дошел, это пространственное удаление и изоляция в одном мире граммится. Так же, хотя Асман требует для мифа временной дистанции от человеческого мира возможно, пространственная дистанция может приводить этот божеский рассказ в египетских терминах в миф даже в таком узком и строком бедерее. Впрочем, это довольно, может быть, странное рассуждение находится на обочине основного русла эстетических впоследствии статьи Асмана. Хотя именно проблемами фактического настоящего и сложности его нарядизации кажется, он меняет не самый интересный момент его статьи. и, в общем-то, логическим следствием тесной связи культа и мифа характерны для древних обществ в Средиземноморье, который отмечал мир дистанции в статье 71-го года. Если обратиться в прием следствием в литературе для изучения текстовых пирамид, можно скумировать вот так. Мир уходит в подполье. Но прежде всего необходимо здесь обратиться к работе Гаррида Хейса организация текстовых пирамид. Джеймс Лайден еще один в общем-то боющийся исследователь текстовых пирамид назвал ее одним из наиболее важных когда будет предприниматься исследование текстовых пирамид, которое заслуженно будет направлять и оказывать влияние на любое будущее исследование этого предмета. В этой работе слова миф и мифология встречаются всего 24 раза, потому что она занимается больше 700 страниц. Причем про миф и мифическое речь идет о преимуществах в сносках в нескольких случаях в основном тексте касаются обсудения именно литературы. То есть можно сказать, что в этой работе миф это явление научной традицией, а не какой-то элемент египетской реальности. И несколько иная ситуация с мифологией мифологическим. Эстерны встречаются только в основном тексте, но половина случаев отрицательной модальности, как здесь, то есть универе, которая полагает. Еще три случая прецедент такого словосочетания, которое он употребляет для характеристики неких мотивов в текстах пирамид. Возникает вопрос, как автор взаимодействует с текстом и референтом которого является реальность нового мира. Люди тоже военносты в текстах пирамид, но примерно в 10 раз реже, чем боги. Тренус верования в представление как ненадежное и недоступное позитивное исследование объект, автор просто говорит о проеквозициональном содержании неких высказанных текстах пирамид. Чтобы оценить влияние работы Хейса в данном направлении, мне кажется, можно обратиться к диссертации Моралиса в 2014 году. Она, наверное, больше написана и защищена. Там, например, стал обмананием мифа, мифология, мифического. Всего 19 встречаются в самом тексте. И из них 13 такой же негативной модерности, как приведена на самом деле. То есть, это отрицание значимости мифа для данного источника и приоритет ритуала на миф. Таким образом, если вернуться к идее двойственности понимания мифа как представление и как повествование, сначала, можно сказать, усиленно янасман из поля дискуссии принятых в древнем царстве. Устаняется миф как повествование и переназывается миф как представление в персональной статологии. После этого устаняется миф как представление и даже мифологическое содержание, оставляя полную победу из ритуалов. Правда, в то время как Асман полагал существование мира богов как символического мира смыслов, для интерпретации грустной христии и моральности остается только их социологическая значимость. То есть, смысл ритуала оказывается в его уже социальном контексте. Но, что они не так брачны? Применить на практике различение генотекста и фенотекста, не разделяя при этом вид на разные сущности, удалось ухватить люкс. Ритуал характеризуется автором как определенный функциональный контекст, определяющий выбор и конкретное фенотекстовое воплощение мифем. На слайде в качестве примера проведен ее разговор структурных отношений из текстуального сопровождения мощения статуй бога, относящихся к периоду нового царства. Она комитет так. В эпизоде мощения бога бога это отношение как обычно индивидуцируется как окупором. В то же время, однако, это и солнечную окула Джицахмет, когда она возходит над горизонтом и карает работу солнечного бога. За фориативностью формы содержания ее выделяют устойчивые структурные отношения авторов объектов. Для тех похода по египетскому мифу и мифеме она в частности выявляет губогичность сюжетов, связанных с осветлением хора и с убийством Осириса и, в свою очередь, сюжетами солярного цикла. Хор получает повреждения в комплекте сектов, в свою очередь получает помощь и исцеление Тота, а уже в ситуации с Осирисом он сам становится помощником, преподносив ему в качестве сюжета в исцеленное око. В другой работе 2008 года позволяет однокомнить эту схему солярно-астральным планам. Исчезание захода Атума творит мёрзвых звёзд, которые, в свою очередь, поглощаются обновившимся восходящему солнцу. Также в солярном цикле происходит скреческую тракт в исполнении целостности и в исполнении Атума описывается, например, как питание людьми и богами, но, с другой стороны, это полнотабого дворца, то, что как шествует творение мира является предпосылкой в обновление. Такую же двойственность можно наблюдать в возрасте сирице. С одной стороны, его жертвенное выполнение является необходимой предпосылкой воскресения, с другой стороны, выжившее жизневое стечение, относящееся еще к стадии распада, является несущим в полдородье воздумно-разлива. То есть, можно сказать, что в микро-ритуальном комплексе, в части, в котором является тексты пирамид, происходит такая двойная медиация между состоянием целостности и повреждением божества и между различными ходами и, соответственно, уровнями писания реальности. Ну, в принципе, вот тоже интересный момент, что в каком, в общем, виде сформулированное единство этих ходов и уровня писания реальности также было отлично в элитинске в стадии 71-го года, когда он был комментируем в особенности элитинской мифологии. Но вот, в стадии категорс, по крайней мере, и работает, и говорит, что уже на собственных элитинских текстах посетить, как это происходит. Подводя итоги, хочу сказать, что мне кажется, действительно, в работах Асмана не только этой статье, но и в последующих работах можно найти много общего с российской традицией исследования мифа. Здесь можно вспомнить относительно иконы Якова, прошло, писал и Брэденберг, которые сейчас в проблеме расхождения на рации. И, естественно, в анализе констелляции божественных хочется также обратиться к статье Локмана музыканского бро мифа как Меллина по связи Меллинии. И это, в принципе, не странно, потому что сам Яков Асмана отмечал, что в 70-х годах он находился под влиянием, как он говорит, русских формалистов и семиотиков, называя первое, что и капсона Демьянова и Окна, собственно говоря. И можно как-то это рассматривать как некий сброс в гипотологическую следу вот этой вот технологии взгляда, что ли, на миф, но судя по наиболее современным работам по техникам гидромид, это не очень пережилась эта система, возможно, потому что она распалась на разные технологические ретрии, и в работах, которые касаются именно мифа, в основном исследуются те статьи Асмана, которые он пишет про миф, а не про развитие нарации и так далее. Но, в общем, я надеюсь, что этот небольшой обзор как-то помог создать представление о том, как это происходит сейчас. в эпидемиологии отношения с мифом, и, может быть, он поможет в дальнейшем обратиться к материалу. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Пойдемте в вопросы. Пожалуйста, А, скажите, пожалуйста, отценируемые вами авторы поднимали такой вопрос, как кого мы вообще подразумеваем под древними египтянами и египтянами, у которых были какие-то мифы, потому что, ну, по крайней мере, на примере тех же греков очевидно, что мифологические присловения платова совершенно не равны мифологическим присловениям какого-нибудь афинского ремесленника, что, может быть, эти мифы бытовали в низах, но мы их не знаем, потому что низы были непрамотные, не записывались, может быть, они считались непрестижными, например, у Элиды, или наоборот. Такие вопросы поднимались. Это интересно, такой вопрос поднимается, и, например, есть актер Джон Бейтс, он как раз в большей степени протячивается на проблеме этапового знания и ну, как бы респект и вот и вот в принципе вот эта идея ограниченности, да, что-то сфера есть та идея, что просто могли быть нарративы, но они до нас не дошли по разным причинам, но, естественно, звучит и это, в принципе, идея того, что-то у нас сохранилось, было записано, да, а все остальное как-то бытовало, но просто не дошло. Она является классической и изначально, скажем так, подсутки молчания, да, то есть мы реализуем некий книг и видим преуверение одних и тех же них, но здесь более фрагментарные, более поздненные и более фрагментарные, но здесь нет не о реконструкции, а просто о учетах как у нас реконструкция век производить, понятно. да, и то, с чем мы имеем дело это эритарная культура, в том или ином виде, это, конечно, очевидно, про то, что происходило на, скажем так, народном уровне, не очень понятно, но если обратиться на то, что, например, Асма написала по этому городу, он вообще поставляет его в более новых работах, которые касаются ситуации силы времени, скажем так, и вот этот прелом, который происходит при переходе к силовому времени, он противопоставляет религии, которые возникают после этого, как те, которые принципиально ориентированы на всеобщее понимание религиозных каких-то норм или там догм, и, например, момент из Библии, где описывают, как прекрасно, что мы, весь народ, читая, значит, Туру и понимая ее. Противоположность к тому, что называют культовыми релизмами, которые ориентированы в принципе как религии на некое закрытое тайное знание, где вот этот момент того, что совершается святая святых, он принципиально ограничен узким группом людей, то есть подход Асмана здесь специфичен в том смысле, что он говорит, что это как раз то, что мы видим, оно так и должно быть, то есть, что какие-то народные верования, например, защитная магия, естественно, была, она и в тех пирамид проявляется так же. Но вот сама идея вот этой вот религии, той стадии, которую относится к пирамид, не то, что там не было вообще никакого умения, не представление о мире богов, естественно, но вот то, как это рассказывалось, переживалось во время, скажем так, и в социальном пространстве, оно сильно отличалось от того, что мы можем увидеть по более поздним эпохам. Спасибо. 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 Спасибо.